Смотрим на проводе. Продолжаем. С чего начать? Вспоминаем. Валерий Константинович, у меня картофельное поле. Вот оно, картофельное поле бывшее. Так, в течение пары дней вот это было сделано посадочные места. Дальше они были вокруг, это и есть единственное, я считаю, эффективное удобрение, подкормка. Другого не признаю. Все как в природе. Никаких хитростей. Так, просто эффективно. Когда картофельное поле ходит? И вот что интересно, мне уже было 30 лет, 30 больше, 30 лет уже позади был стаж, уже я что-то умел и уже лет 15, как я в наглую начал учить, переучивать страну. Учить, да ладно, учителей тысячи. Переучиваю, пока я один. На всю страну переучиваю. Вот. Но мне нужно доказать, что я имею на это моральное право. Ура, миллион рублей добавилось. Старенький дом с этих, с опилок, с битыми досками. Миллион рублей. Вот. Ну, доказал, нет. Смотрите, ребята. Проходит вот этим девочкам, мальчикам. Ну, сколько им лет? На этот момент, сейчас им, они ровесники сада. В 2015-м я купил сад. Примерно в это время они родились. Так, плюс-минус несколько месяцев. Вот это вот, мое будущее. Вот. Мальчишка Сенька. Он уже маленький день. Его школа испортит, а она тупее только так. Не дай бог биологию будут сейчас заставлять ее зубрить. Вот. Видите? Сонька – это настоящий боец. Она со мной дерется на равных. Я хочу, чтобы ее никто не имел права обидеть. И она уже дерется со мной на равных. Вот как бьет. Вот. Лера, Валерия, моя внучка третья. Это просто, это сам ангел. Уже по-другому сказать не могу. Вот. И самое главное – эти дети в саду растут. Вот я к чему. Они растут в саду. Проходит еще вот сколько после этого момента прошло. Ну, не помню я, сколько им тут лет. В каком году их щелкало. Но всего-то 8 лет прошло. Внимание. Видели? Так, на девушку не глядеть. Вот. Вот смотрите на это самое. На абрикосы. Видели? Ладно. Разрешаю. Любуйтесь, Нагина Александровна. Она приезжает завтра. Мы за неделю тут много чего-то делов пододелаем. Несколько фильмов снимем. Жанна не успела, наверное, на вебинар. Да. Ладно, друзья. Идем дальше. Теперь вспоминаем. Я обещал, что каждый вебинар я буду начинать все-таки со здоровья. Вот. Время, проведенное в саду, не засчитывается срок жизни. Это один. Это не апостолат. Это афоризм. Это мой афоризм в железе. Я его сам придумал. Вот. Посмотрите на меня. Ах, морда в экран не влазит. Да. Итак, продолжаем эту тему. Стоило мне рассказать о моржевании. Я бы долго рассказывал. Я надеюсь, что кому-то можете, правда, помочь. Читаем отзывы. Читаем реакцию. Тут ко мне пришел на память случай. Ребенок где-то 2-3 года болел астмой. В округе никаких вредных производств. А эта девочка просто вздыхается, синеет. Мне тогда было лет 12. Точно не скажу, не помню. И вот дала я кусок льда из холодильника. Кусочек был и съеден. Потом сразу начался приступ у нее. Что-то у нее отхаркнулось. Как же она при этом долго. Меня страшно напугали. Помните, я рассказывал, как у меня это самое. Чуть и не литрами. Из меня грязь и из бронхов, из легких. А? Где бы я сейчас был бы, если бы вот эта не выхаркалка была. Меня страшно напугали. Но после этой астмы у нее как не бывало. То есть теперь, то есть и у теперь уже взрослых астмы нет. А медицина не знала. Как же ее спасти даже от приступа, не то что излечить. Еще. У нас в доме жила астматика, вылечилась дыханием. Тогда это было в ходу. Дыхательная гимнастика с хорошими, резкими выдохами. Мотайте на ус. Почему не попробовать? Это же не то, что я нырял в 30-градусные морозы. Вот. В одних плавках босиком в Енисея на таком течении. Потом по полдса одевался, будучи синий и околевший. Но это было специально сделано по принципу. Или умрет астма, или умру я. У меня выбора не было. Вот. И я ее победил. Экстремальный мороз ее победил. Теперь. Наверное, вот эта вот дыхательная гимнастика, это не так страшно. Вот если раз человек советует, учимся. Валерий Константинович, вот, лучше это скорее при астме применить дыхание побутейка. Это следующий человек, реакция его. А не экстремальные способы. Хотя Дед Мороз с вами льдом и творит чудеса, но это рискованно. Не каждому подойдет. Для кого-то можно закончить трагически. Я предупреждал. Мой метод дикого моржевания, дикого подчеркиваю. Без всяких этих удобств. Это 99 излечивается, сотый умирает. Вот. Стоит ли это того? Ну так какая у меня была жизнь, так лучше сразу. Нарнул и не вынарнул. Чем вот так вот каждую ночь убирать. Дыхание побутейка требует упорства, настойчивости, но не рискованно. Вот видите.